Многие мне скажут, что с обзором я уже достаточно серьезно подопоздал под эти кальяны, но у нас начинает сейчас приходить новые пользователи. Простите, что я вот так вот начинаю видос, тут просто чашечка немножечко в ужасе, ее нужно было немножко спасать. Приходят новые пользователи, которые, как бы вам так сказать, помягче, хотят великолепное качество за небольшие деньги. Что же мы, собственно говоря, в нашей индустрии можем предложить таким людям? То есть я прихожу, я хочу купить кальян. К примеру, я человек, который два раза в неделю ходит в кальянную, пускай это будет регион, даже возьмем там типа, да практически любой. Усредненное нормальное заведение по цене кальян 1200 рублей. Плюс-минус чай, плюс налоги, плюс напиво, плюс ездить домой на такси. При условии, если ты приходишь с друзьями, тут как бы тебе сумма вылетает. Ну точно, если скидываться в полторашку, если ты с девушкой, если ты с самец, то у тебя сумма становится гораздо больше. То есть, соответственно, 2-2,5 рубаса у тебя будет стоить поход в кальянную. Если мы посчитаем эту сумму, то где-то в районе десяточки ты тратишь на то, чтобы в месяц сходить в кальянную. Я очень часто подводил этот расчет и много кто с этим не согласен, много кто согласен. Я всегда говорил так, проще купить себе домой кальян, чем ходить куда-то в кальянную. То есть научиться забивать нормально, да, потратишь чуть больше времени и немного больше денег на первое время, но зато потом ты будешь примерно понимать, что тебе интересно и что тебе надо. Сегодня мы с вами рассмотрим 2 кальяна. Это Honeyside, 2 модели из нержавейки, мини, урбан и урбан. Если я ничего не путаю, они именно так называются. Если перепутал, правильное название будет вот здесь. Я постараюсь больше не проебываться с текстом, если я обещаю, я буду стараться писать. А если я не написал, значит я был прав. Вот так. Смотрите, у меня мини, который курица сейчас на столе. И по конструкции, короче, они вот вдвоем практически ничем не отличаются, за исключением того, что это чуть меньше. Внутренние диаметры, порт под шланг, крепление шланга, все абсолютно одинаковое. Ровно столько же шариков, все идентично. Просто мы сейчас на примере большого кальяна рассмотрим, как он собирается. Потому что многие думают, что вот эта часть летая. Она не летая, она выглядит немножко по-другому. Давайте сейчас сперва закором. Долго не снимаешь, а раненый как бы в голову бьет. Пиздец, нужно восстанавливать речь. Короче, внутренний диаметр 13 миллиметров. Что это нам дает? Тяга, я бы не сказал, что сильно легкая. Но она легче, чем на моих, там, VZ, на пули и так далее. На каких-то классических кальянов, кальянах. Здесь тяга будет чуть-чуть более плотнее, несмотря на то, что тот же самый диаметр. С чем это связано? Вероятнее всего с высотой шахты, самого кальяна. Здесь тяга чуть легче. Воды заливайте немного, потому что вот этот кальян, у него очень небольшое расстояние от воды, собственно говоря, до порта, в который уходит дым. И иногда, когда ты его резко продул и резко затянул, ты можешь захлебнуться в своем же собственном шланге. Поэтому так делать лучше не стоит. Сперва аккуратно продули, потом затянулись. Великолепие все это стоит плюс-минус в одной ценовой категории, что большой, что маленький. Единственное отличие маленького кальяна от большого в том, что он поставляется сразу с колбой. И, по-моему, у него ценник 5500. То есть, на последний раз, когда я видел на сайте цены, он стоил 5500. Что мы, собственно говоря, сейчас сделаем? Мы возьмем шахту. Выглядит она вот так изначально. Возьмем декоративные части, запихуем их вот так. И дальше мы с вами сейчас столкнемся на одном очень-очень интересном шаге с маленькой-маленькой проблемкой, которую я встретил сегодня. Я общался по телефону и вживую с производителем. Мировый мужик на самом деле. То есть, блин, там такой дядька огромный. Пипец просто. Вот. Мы с ним, когда разговаривали, я ему говорю, типа, блин, цена обусловлена тем, что, понятно, короче, кальянный, он один из самых бюджетных-бюджетных, как бы, типа, обработка здесь есть, но она не супер-супер, там, мощная, невеликая. Как бы, понятно, заусенцев здесь, в принципе, нет. Но, типа, ну, вот так. То есть, обработка не самая-самая топовая. То есть, за время его использования здесь появились какие-то небольшие потертости, под того, что он носился в рюкзаке вместе с чашками. И, в принципе, как бы, ну, есть что-то поинтереснее в обработке, а-ля уже за пределами 8 тысяч рублей. Шахта, вот, просто внешне выглядит вот так. То есть, плюс-минус то же самое, только в уборщенном виде, да, уборщенном, конечно же. Есть вот эта вот шайба, которая держит всю эту конструкцию вместе. И нижняя шайба, которая закрывает шарики. Я не смог ее открутить. И вот здесь был вопрос, я говорю, типа, блин, некоторые приходят, и из-за того, что у вас в обычном кальяне палки, который самый-самый, один из самых дешевых бюджетных есть, у него основание полиацеталь, трубка также металлическая, причем как погружная, так и верхняя. Я говорю, ко мне в магазин приходят и говорят, мы свернули нахуй резьбу. Я говорю, было бы прикольно его, наверное, делать либо неразобранным, то есть неразборным. Господи, боже мой, блядь, ты не снимал всего, блядь, две недели. Короче, есть смысл, говорю, сделать его неразборным, но чем больше габариты коробки, тем больше выходит доставка. Соответственно, производитель за вас подумал такую штуку, что вы ее один раз соберете и разбирать больше не будете нахуй никогда. Вот типа в таком формате. Приучать стоимости этих кальянов, в принципе, это оправдано. Вот у меня в руках основание, я курил на этом кальяне, вот за все время, сколько он у меня есть, ну очень много раз. Притом то, что первый обзор, вот на Хонесай, он либо был, либо будет вот здесь, можете зайти по подсказкам, там много кальянов от них приходило. Но самое интересное для меня кажется, то, что это вот эти модели, так как на палки и на остальные там хуйурбаны, урбаны уже вышел у всех практически обзор. А про вот эти вот кальяны из нержавейки, мало кто, в принципе, рассказывал в таких деталях, когда им попользовался достаточно долгое время. У меня в руках основание. Я сегодня раскрутил этот кальян и я по каким-то причинам ни разу не разбирал его и ни разу тщательно его не промывал. То есть по факту кальян прокурился больше полугода, стабильно там раза 3-4 в неделю на нем что-то забивалось. И он мылся типа, знаете, так под краном, под проточной водой. И если я разбирал Альфу, которая стоит на секундочку гораздо дороже, даже чем большая модель, даже чем маленькая в сборе с колбой. У Альфы в особенностях конструкции заложено то, что он все-таки будет немножко скапливать миласу у себя там под накладками и так далее. Он тогда каким-то образом все-таки затекает. Здесь кальян мытый исключительно под проточной водой. Вот его основание. То есть мы видим то, что есть какая-то запекшаяся, немножко миласы присутствует. Да, понятно. Но типа за полгода, вот всего лишь столько, блин, да он охренительно промывается и под проточной водой. В принципе, как бы здесь в плане мойки нет никаких вопросов. Касаемо резьб. Здесь у меня все-таки будут присутствовать некоторые вопросы, потому что типа в нее попасть, она как-то вот знаете, как будто бы надламывается. Как-то хер знает, как это ощущение отписать от закручивания. Вот как будто бы ты сейчас не попадешь в эту резьбу, когда даже начинаешь закручивать. Тут прям нужно вот очень аккуратно попасть и вот так. И типа, блин, с одной стороны, мне бы очень сейчас сильно хотелось бы разбомбить свою сраку на этот счет, потому что, блин, ну какого хера? С другой стороны, это не ржавейка, учитывая нашу воду и как скапливается в резьбах отложение всякого дерьма, которое есть в проточной воде. Типа, блин, это еще норма. Снизу закручивается норм. То есть резьбы не самые лучшие, но при этом и не самые херовые. То есть были у меня кальяны, даже есть на обзоре один, который очень скоро будет. И вот это будет фееричный пиздец. И там с резьбами все ужасно, при том, что тот кальян будет стоить дороже этого раза в три, по-моему. Вот, сверху у нас надевается блюдце. И накручивается коннектор. Кстати, к первой версии коннектора были определенные вопросики. К этому уже вопросов никаких нету. Шланг у нас идет на двух орингах, которые прям, собственно говоря, на коннекторе под шланг. И вот так вот это дело все работает и курится. Сейчас давайте я вам ближе сейчас поднесу. Вдруг вы не разглядели это великолепие, как оно выглядит. Не знаю, сфокусируется или нет. Вот, собственно говоря, вот так выглядит весь этот кальян в сборочке. Поставил бы на колбу, но я что-то затупил и не взял ее с собой. Вот, в целом, минималистично, стилево, прикольно. То есть, мне нравится, как он выглядит. Я сейчас продаю практически все там кальяны со своей коллекции. Уже даже все, по-моему, попродавал. То, что было там, маля, уже, типа, просто заебанным, или я этим не пользовался. То есть, покурил в обзоре, прикольно, но предпочитаю на постоянной основе какие-то другие кальяны. Вот. И я оставляю сейчас себе в пользование только те кальяны, которые стоят, типа, либо дорого, либо как-то дизайнерски очень симпатично выглядят. И вот эти вот двое остались. Несмотря на то, что, типа, вот этот я хотел тоже отдать. У меня есть хоны, которые я отдал знакомому. Есть еще один, который остался на старой квартире. Один миник серый я забрал к себе в родной город, чтобы приезжать туда, не таскать с собой постоянный кальян, чтобы он там был. То есть, грубо говоря, этими кальянами я пользуюсь практически на постоянной основе. Единственное, наверное, вот что дико бомбит, с одной стороны меня, с другой, как-то, знаете, кому-то вообще это похуй абсолютно. Это мундштук. Он слишком простой. Ну, типа, с одной стороны, да, понятно, цена 5000 рублей. 5500, ну, то есть, до 6К. Ну, блин, ну, можно же было интереснее мундштук сделать. Ну, и с другой стороны, давайте прикинем сейчас одно к другому. Мы с вами представляем внезапненько, что вот мы берем и докладываем сюда мундштук, примерно, как вот у ДСАШ были раньше, или даже которые сейчас идут, металлические мундштуки. И такие сидим и думаем, а сколько с таким мундштуком он будет стоить? То есть, цена будет больше. Надо ли оно вам? Вопрос. С другой же стороны, если вас бестит этот мундштук, вы у меня видели мундштуки от Вербунд, деревянные, который был куплен, что в районе 2,5 рубасов. И, типа, если ты хотел сэкономить именно на том, что у тебя будет стоять, вот, типа, либо на столе, либо внизу, на что ты не особо внимания обращаешь, когда куришь, то вот в руку себе можно купить что-то интересное. Но вот комплектный, но там мне вообще не нравится. Вот, вот, слово совсем. Мне не нравятся эти мундштуки. Что у Мэтпира мне не нравится в пятой комплектации? Это обычная палка. Лучше бы они ее вообще не клали, поставили бы в комплектацию. Просто вот тот нормальный, здоровый мундштук. И он был бы гораздо интереснее для людей. Мундштуки-палки скучно, неинтересно. Нужен хотя бы какой-то минимальный дизайн. Хороший ли это кальян? Да. Хорошо ли он курица? Да. Стоит ли он оправданно? Слушайте, в последних моих видео были кальяны Пушка. Было еще очень много кальянов, в которых присутствовал и полиацеталь, и прочее, прочее. И спорные вопросы касаемо продувок и так далее. Здесь спорных вопросов нет. Спорный вопрос вот, в моем понимании. Но многие скажут, ты долбоеб, ты что хочешь за 5000 рублей. Ну, типа, и я сам себе такой вопрос задаю, ты долбоеб, что ты хочешь за 5000 рублей. Вот серьезно. Поэтому у меня абсолютно нет к этому кальяну никаких вопросов. Начиная от стоимости, заканчивая его качеством. Вот как-то так. Напоминаю вам то, что мы должны сказать спасибо нашим партнерам за то, что мы можем снимать наши видосики. Вот, спасибо компании Хон и Сай. Крутые ребята, классно было с ними пообщаться на выставке, подснять их стенд. Показали, чем они сейчас занимаются. Это интересная штука. Скоро, когда это все пойдет в какую-то более широкую массу. Хотя, в принципе, это было на Европу. Но не суть. Короче, сама суть в том, что ребята идут и развивают правильные вещи. Вектор направления своих вот этих вот всяких разных штучек. И я рад за то, что у нас появилась компания, которая находится в сегменте доступном. И можно купить себе вот кальян из нержавейки за 5000 рублей. Вспомнить вот такое в 2017 году нам бы сказали, вы ебанутые. Кальян из нержавейки, запятак, это невозможно. Хон и Сай доказала то, что возможно. Вот как-то так. У нас есть чатик в Телеграме. У нас есть мой Инстаграм, который есть по ссылочкам в описании. Поющие птички за окном, это здорово. А еще раз, Хон и Сай респект. Ссылка на них есть. Ссылка на партнеров и спонсоров. У них там розыгрыши, активности. Проходим, участвуем. Увидимся на Джей Си. Вот и тебе. Спасибо за просмотр. И как всегда, по нашей старой доброй сложившейся, мы с тобой увидимся в следующем видосе. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok